Сегодня в районной администрации в режиме видеоконференции прошло заседание антинаркотической комиссии Краснодарского края, в рамках которой подводились итоги работы антинаркотических комиссий муниципальных образований. На совещании присутствовала и наша съемочная группа. Расширенное заседание комиссии провел вице-губернатор края Николай Далуда. В режиме видеоконференции в совещании приняли участие все города и районы края. Участниками заседания стали руководители краевых, министерств и ведомств, представители правоохранительных и надзорных органов, главы муниципалитетов и их заместители, главы поселений, представители казачества, здравоохранения, образования. Оценивая работу антинаркотических комиссий муниципалитетов за 8 месяцев текущего года, вице-губернатор отметил, что общее количество наркопотребителей на Кубани снизилось более чем на 2000 человек. Однако наибольшее количество наркоманов наблюдается в Калининском районе. Даже непонятно, почему такой рост и такая ситуация в Калининском районе. Если во всех районах края количество наркопотребителей снижается, то в Кущевском и Щербиновском районе они не только выше краевого, но и увеличились с начала этого года. В этих же районах количество больных алкоголизмом также превышает краевые показатели. На 22% снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков среди несовершеннолетних. Не допущено ни одного преступления, совершенного в состоянии наркотического опьянения. Вместе с тем, рост преступлений по реализации законно обороты наркотиков зафиксирован в городах Сочи и Армавеле, Калининском и Белореченском районах. Участниками преступлений по реализации законно обороты наркотиков стали 15 подростков. 5 в Краснодаре, 1 в Сочи, 4 в Новороссийске, 1 в Армавеле, 1 в Ельске, в Славинске 1, в Калининском 1 и в Белореченском 1. По данным Министерства здравоохранения, на наркологическом учете зарегистрировано 252 несовершеннолетних, в том числе один подросток с диагнозом токсикомания. На профилактическом учете как потребители алкоголя состоят 173 несовершеннолетних. На увеличение потребления наркотиков среди молодежи указывает количество положительных тестов на наркотики среди доставленных в полицию подростков в течение года. У более 3000 человек тесты были положительные. В прошлом году 2448. То есть здесь мы наблюдаем рост. Основной возраст доставляемой категории молодежи до 29 лет. Среди подростков 33 положительные, в прошлом году 16. Остроту проблемы подтверждают не только цифры, но и конкретные факты. Например, гибель 13-летнего ребенка в Армавере от отравления неустановленным психотропным веществом. Сегодня в группе риска у врачей-наркологов по краю состоит 25 подростков за разовое употребление наркотиков. По словам Николая Далуды, профилактика наркомании и алкоголизма должна проводиться системно и требует контроля со стороны всех заинтересованных структур. О результатах работы средств массовой информации по освещению проблем наркомании и пропаганды здорового образа жизни доложил руководитель Департамента информационной политики Владимир Пригода. Количество публикаций и телесюжетов, посвященных антинаркотической тематике, с начала года увеличилось. Особое внимание уделяется электронным СМИ, как наиболее востребованным в среде подростков и молодежи. Важно, что помимо собственно журналистских материалов сделан был акцент в этом объеме также на законченные следствия в случае наказания виновных, то есть в принципе неотвратимости наказания материалов зала суда, следствия и так далее. Рост материалов этой направленности есть. Также на заседании проанализировали работу по социальной реабилитации наркозависимых. В Белореченском районе на диспансерном учете с синдромом зависимости от наркотиков в настоящее время числится 108 человек. Диагноз «хронический алкоголизм» имеют 548 белореченцев. В течение 2016 года и 8 месяцев 2017 года несовершеннолетних с признаками употребления наркотических средств и психотропных веществ в органы здравоохранения Белореченского района не поступало. Наталья Пугачева, Сергей Чернецов, События и люди.